вязание двухцветного тунисского узора крючком вяжем цепочку из воздушных петель затем одну петлю пропускаем следующую вдеваем крючок и вытаскиваем петлю и так поступаем до конца ряда обратите внимание что я набрала четное количество петель и далее будем закрывать этот ряд первую петлю вяжем воздушной петлей далее 3 петли вместе и повторяем так до конца ряда воздушная петля и 3 петли вместе воздушная петля и 3 петли вместе и еще раз воздушная петля и 3 петли вместе и далее у нас будет воздушная петля и вместе провязываем две петли переходим вязать следующий ряд ниткой другого цвета. Нитку всегда будем менять с правой стороны работы. И далее крючок вдеваем под воздушную петлю, вот сюда. Вытаскиваем нитку, это у нас столбик между столбиками и далее провязываем 3 воздушные петли 1 2 3. Далее под 2 петли, так как я показываю, вдеваем крючок и провязываем простой тунисский столбик. И далее вязание будет повторяться под воздушную петлю вяжем столбик между столбиками, затем 3 воздушные петли сверху 1 2 3 и далее под 2 петли, так как я показываю, вяжем простой тунисский столбик. И так до конца ряда. Я провязала этот ряд и в самом конце ряда провязываем простой тунисский столбик в самую последнюю петлю. Далее будем закрывать этот ряд, провязываем 1 воздушную петлю и затем вяжем вместе 2 петли. Теперь узор будет повторяться, провязываем воздушную петлю и затем 3 петли вместе и так далее. Воздушная петля, 3 петли вместе, воздушная петля, 3 петли вместе до конца. И теперь самая последняя воздушная петля и вместе провязываем 2 петли. Затем меняем нитку. Я покажу еще раз, как вяжется дальше этот узор. Под воздушную петлю опять провязываем столбик между столбиками и 3 воздушные петли. Далее под 2 петли провязываем простой тунисский столбик. Точнее здесь находится 1 петля, просто она была провязана ранее двумя петлями вместе. И далее снова столбик между столбиками, 3 воздушные петли сверху, простой тунисский столбик и так вяжем до конца ряда. И в самом конце ряда я буду провязывать простой тунисский столбик. Далее все ряды будут провязываться одинаково и нитку будем менять каждый раз с правой стороны работы. Этот узор получается очень красивым. Приглашаю посетить страницу каталога, где вы найдете все обозначения и уроки по тунисскому вязанию. А также, если вам был полезен этот урок, ставьте лайки и я буду рада вашим комментариям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок